Глава первая. Сила убеждения. На какие чудеса способны сопереживание и искренность? Капля интуиции важнее целого водопада знаний. Аноним. Итак, о чем эта книга? Много лет назад, когда драматурга Томас Стоппарда спросили, о чем была его первая пьеса, он ответил. О том, как сделать меня очень богатым. Эта книга может быть очень полезной для достижения именно этой цели. Она посвящена общению, которое совершенствует ваше умение убеждать других и ведет к намеченным целям в работе и личной жизни. Инспектор Клузо говорит служащему отеля. Ваша собака кусается? Служащий отеля отвечает. Нет. Инспектор Клузо говорит собаке. Хорошая собачка. Собака кусает Клузо. Ай! А вы сказали, она не кусается! Это не моя собака. Питер Селлерс в роли инспектора Клузо. Розовая пантера. На работе и дома каждый из нас старается донести до других свое мнение или получить чье-то одобрение собственных действий. Происходит это практически ежедневно. По разным причинам нам необходимо склонить людей на свою сторону. Достигнуть согласия можно в процессе общения. Чем лучше вы это делаете, тем больше у вас шансов добиться успеха, убеждая других. Искусство убеждения по Аристотелю. Поскольку общечеловеческие ценности не меняются веками, можно утверждать, что основы успешного общения были сформулированы еще Аристотелем, философом, жившим более 2300 лет назад. Его теория об умении убеждать одна из самых значимых. Он полагал это умение искусством. Он называл убеждение искусством побуждать людей делать то, чего они обычно никогда бы не сделали, не попросив их об этом. Аристотель пришел к выводу, что люди как социальные существа просто призваны убеждать ближних везде, всюду и всегда. В любой ситуации, связанной с убеждением, они стремятся достигнуть цели путем перемещения точки зрения слушателей из начальной точки, назовем ее пунктом А, в пункт Б, ваша цель. Это изменение точки зрения Аристотель и назвал убеждением. В пункте А человек или аудитория отвергают ваши идеи или предложения и не интересуются ими. Поэтому аудитории необходимо понять то, что вы пытаетесь до нее донести. Но самое главное поверить в это. Аристотель доказал, что любая речь, целью которой является убеждение, независимо от численности аудитории, один, человек или сотни, должна быть занимательной, будоражащей воображение, выразительной и так далее. Но только не назидательной. Ее единственная цель – переместить точку зрения аудитории в пункт Б. Аристотель говорил о трех различных составляющих, которые обычно используют успешные ораторы, чтобы быть убедительными. Этос – этос. Патос – эмоции. Логос – логика. Именно сочетание этих составляющих дает наилучший результат и перемещает точку зрения людей с пункта А в пункт Б. Этос относится к характеру оратора, раскрывающемуся в процессе общения. Излагаемые им идеи должны быть правдоподобными, внушать доверие. Нечто, что существует исключительно в представлении слушателя. Доверие к оратору зависит непосредственно от него самого как человека и его искренности. Патос относится к эмоциям, которые испытывает аудитория. Аристотель отмечал, что убедить слушателей может только такая речь, которая вызовет у них эмоции. Вам просто необходимо апеллировать к чувствам слушателей и добиться сопереживания. Логос относится к конкретным словам, произносимым оратором. В понимании Аристотеля для того, чтобы навязать аудитории свою точку зрения, нужно уделять большое внимание выбору слов, примеров, цитат и фактов. Взгляните на то, как вы высказываете свою точку зрения или представляете аргументы. Вы используете все три элемента? Понаблюдайте за другими людьми, как они их употребляют. В общении с окружающими обратите внимание, какой элемент доминирует в их речи, например, много эмоций. И постарайтесь подстроиться. Для Аристотеля логика была важнейшим элементом по сравнению с нравом и эмоциями, которым он отводил второстепенную роль. На сегодняшний день первое место по праву занимает этос. Подумайте, как важен вопрос доверия для политиков, и как мы перестаем верить им, если они обманули нас или не сдержали обещания. Тогда все их эмоции, патос и слова, логус, теряют смысл. Конечно, политика дела не ограничивается, это также относится к нашему повседневному общению. Предполагая, что доверие достигнуто с самого начала, этос, Аристотель говорит, что в попытке достучаться до другого человека следует сочетать логику и эмоции. К убеждению ведут два пути – подсознание и сознание. Как вы понимаете, логика относится в основном к сознанию. Человек концентрируется на фактах и оценивает ситуацию на интеллектуальном уровне, прежде чем принять рациональное решение. Другими словами, он должен решить, убедили вы его или нет. Вспомните своих знакомых, которые придают огромное значение анализу фактов, прежде чем предпринять следующие шаги. У других людей доминирует подсознание. Они оценивают информацию, опираясь на эмоциональное восприятие ситуации и интуицию. Если они благосклонны к человеку и удовлетворили этос – доверие, они примут решение, основываясь на этом чувстве. Затем они постараются подкрепить свое решение, проанализировав факты. Но в мире перегруженном информации иной раз анализ нас просто парализует. Слишком много фактов, и это вынуждает откладывать принятие решения. Если предложенные факты удовлетворительны, то человека можно убедить. Исследования показывают, что именно подсознательный или эмоциональный элемент является главной причиной принятия решения. Так что, хотя мы существа и разумные, к тому или иному решению нас подталкивают инстинкты и интуиция. Однако логика все еще занимает важное место, так как мы обосновываем решения с помощью логического элемента. В основном потому, что чувства мимолетные. Они появляются и исчезают, как, например, в делах сердечных. Когда обсудим типы личности в главе 10-й, у вас сложится представление об оптимальном балансе, которого следует придерживаться в тех или иных ситуациях. Сопереживание. Выводы великого философа, сделанные более двух тысячелетий назад, актуальны и по сей день. Аристотелев патос, умение понимать истинные чувства людей, с которыми имеешь дело, или сопереживание, более известный нам термин, и является основой большинства успешных взаимоотношений. Приведем определение этого понятия, так как оно лежит в основе успешного общения. Сопереживание. Есть способность распознавать и понимать чувства других людей, их идеи и ситуацию, в которой они находятся. Это способность слушать не только разумом, но и сердцем. Это способность читать эмоции других. Это способность чувствовать другого. И, соответственно, это следующая и наиболее значимая ступень восприятия и чтения мыслей. С эмоциональной точки зрения, даже если у вас нет опыта в подобных вещах, вы все равно способны проникаться чувствами другого и знать, какие эмоции он испытывает. Это побуждает добиваться таких результатов, при которых обе стороны получают заряд положительных эмоций. Это своего рода супричастность. Умелое использование супереживания играет ключевую роль во всех сферах жизни. Оно необходимо политикам, родителям, ну а если вы пытаетесь добиться успеха у противоположного пола, вам без него никак не обойтись. Некоторые люди щедро одарены этим от природы. Они с успехом пользуются этим даром и всегда могут предсказать реакцию человека на ту или иную ситуацию. Они просто ставят себя на место другого, поэтому знают, что и как сказать. Они стараются читать мысли людей, с которыми имеют дело. Если взглянуть на поведение и образ мыслей большинства самых успешных людей в любой области деятельности, то становится очевидно, что они прекрасно понимают значение сопереживания. Оно не допускает никакой фальши. Люди сразу почувствуют, насколько вы искренни. Когда они увидят ваше желание чувствовать то, что ощущают они, понять, каково это быть на их месте, возникнет взаимопонимание. Это, конечно же, увеличивает шансы на то, что они примут ваши идеи и предложения. Справедливости ради отметим, что в современном обществе практически всегда люди пытаются убедить вас сделать что-то или поверить чему-то, преследуя при этом собственные цели, не заботясь о других. Так что, когда мы сталкиваемся с теми, кто искренне сопереживает нам, мы не можем устоять. Вспомните людей, с которыми вам приятно общаться, которые вам нравятся, которыми вы восхищаетесь. Скорее всего, они обладают огромной способностью сопереживать. Вероятно, вы не задумывались об этом раньше. Искренность. Аристотелев Этос, или достоверность источника оратора, как было отмечено ранее, непосредственно соотносится с искренностью индивидуума. Если вы собираетесь вызвать сопереживание, то без искренности вам не обойтись. Но быть только искренним недостаточно. В конечном счете, сопереживание основывается на доверии. Первый кризис, который обычно случается в любых взаимоотношениях, происходит тогда, когда один больше не может доверять другому. Все, что бы ни делал человек, либо способствует развитию доверительности каких-либо взаимоотношений, либо нет. Доверие не является чем-то неизменным. Оно постоянно меняется. Итак, доверие существует в отношениях между людьми, но не в них самих. Одни люди сами по себе очень доверчивые, другие заслуживают доверия. Самым важным является возникновение чувства доверия к другому. Это ключевой психологический момент, на который мы обычно не обращаем должного внимания. Некоторые люди как будто излучают неподдельную искренность без всяких усилий, и поэтому уровень доверия к ним выше. Если вы демонстрируете подлинную искренность, значит, в самом деле заботитесь о ком-либо, будь то друг, родственник, коллега по работе, клиент, и тем самым добиваетесь гораздо большего. Разговор может вестись по-разному. Чем больше интерес проявляет собеседник к вашим вопросам, тем больше рассказывает вам сам. Это помогает направлять дискуссию в нужное вам русло. Некоторое доверие уже установлено, но, помните, доверие существует только в отношениях, а не в ком-то конкретно. Внушить доверие – залог успешного развития отношений. Чем больше вы расположены к другому, тем больше у вас шансов, что вам откроют свои мысли, идеи и чувства. А это уже взаимоотношения с обратной связью, так как чем больше доверия вы добьетесь в ответ на это самораскрытие, тем более личными и глубокими будут мысли, которыми поделятся с вами. В большинстве случаев именно так и происходит в бизнесе и в частной жизни. Исследования в поведенческой области, проведенные в последние годы, выявили два качества, которые положительно влияют на процесс общения и, следовательно, на личный успех в убеждении людей. Эти качества – сопереживание и искренность. В последнее время было проведено очень много исследований и издано достаточное количество материалов, посвященных концепции эмоционального интеллекта, как предсказателя успеха. Она выдвигает на первый план именно эти качества. И это спустя 2300 лет после того, как были написаны труды Аристотеля. Необходимо отметить, изучение или совершенствование навыков общения без сопереживания и искренности в долгосрочной перспективе не принесут результата. Интеллект бывает двух видов. Межличностный интеллект. Понимание других людей, их чувств, предпочтений, мотивации, их действий. Человек, обладающий такими способностями, может всегда предугадать, как будут действовать другие. И, следовательно, плодотворно с ними взаимодействуя, быть очень убедительным. Посмотрите вокруг. Все успешные политики, продавцы, психотерапевты и люди с высокоразвитыми социальными навыками обладают именно таким интеллектом. Индивидуальный интеллект. Способность глубоко проникать в собственные мыслительные процессы, чувства и эмоции, понимание причин и результатов своих действий, которые, в свою очередь, позволяют нам принимать верное решение. Эти качества позволяют видеть мысли других людей и находить верный тон в общении с ними. Общение зависит от нашего отношения, поэтому недостаточно одного умения пользоваться различными навыками. Методики, изложенные в этой книге, как бы они ни помогали развитию хороших взаимоотношений и осуществлению эффективного влияния, не будут работать в отсутствии важнейших и замечательных качеств сопереживания и искренности. Итак, если совсем коротко, сопереживание плюс искренность получаем убеждения. Они как строительные блоки для успешного убеждения. В понимании некоторых людей термин «убеждение» носит некий угрожающий, агрессивный оттенок. Но мы будем говорить только об искусстве доброжелательного убеждения, методиках, дающих желаемый результат для обеих сторон. Нам всем неприятно чувствовать, что нами манипулируют. Но наша книга о другом. Она рассказывает о таких путях взаимодействия, которые будут способствовать получению результата, устраивающего всех. Мы начинаем с рассмотрения вопросов, связанных с умением слушать, которые являются существенным дополнением к сопереживанию как основы межличностного или эмоционального интеллекта и умения общаться. Возможно, оно является самым необходимым для управления успешными взаимоотношениями. Процесс эффективного слушания для нашего существования крайне важен. Об этом весьма лаконечно сказал психолог и эксперт по коммуникативным связям Карл Роджерс. Способность человека устанавливать взаимоотношения есть результат его умения внимательно слушать и хорошо понимать своего собеседника. Глава вторая. Как стать хорошим слушателем? Почему важно уметь слушать? В течение многих дней мы жили только на еде и воде. Уильям Клод Филдс Для всех аспектов отношений умение слушать – самое важное. Не хотелось бы вас огорчать, но, тем не менее, большинство из нас, к сожалению, предпочитают говорить, но не слушать. Человек, о котором просто особо нечего сказать о себе, часто характеризуется скрытым пренебрежением. Он – хороший слушатель. Давайте, однако, подумаем над этим. Кого из знакомых вы считаете не очень хорошим слушателем? Того, кто никогда не слышит ваших слов. Досадно, не так ли? И какие чувства вызывает у вас этот человек? Практически нет никакой возможности переубедить вас. Вы слишком раздражены тем, что он никогда не слушает. Успешное убеждение начинается со способности услышать своего собеседника. Умение слушать есть нечто большее, чем просто молчание. Бракоразводные дела и конфликты на рабочем месте часто происходят именно из-за нежелания услышать другого. А без этого не изменить к лучшему отношения ни с близкими, ни с коллегами по работе. В любой жизненной ситуации умение слушать поможет вам понять мысли, чувства и поступки другого человека. Обычно обвинения в неумении слушать высказывают за глаза. Человек, как правило, не подозревает о своем недостатке, из-за которого можно, между прочим, потерять друзей, коллег по работе или клиентов по бизнесу. Каков же он хороший слушатель? Большинство людей на нашей планете только думают, что слушают. Импульсивное желание говорить, как правило, сводит на нет природную способность человека слушать. Действительно, многие из нас предпочитают говорить, но не слушать. Что, к несчастью, обычно и делают. Для того, чтобы быть убедительным, совсем не помешает научиться слушать. А не слышать, о чем мы будем говорить чуть позже. Активно слушать трудно. Требуется достаточно серьезно сосредоточиться. Надо быть внимательным. Но с этим придется справиться, поскольку это фундамент для дальнейшего обучения. Печально, но нам никогда не объясняли в школе, насколько важны навыки слушания для понимания другого человека. Даже сейчас гораздо больший акцент делается на логарифмах, нежели на умении слушать. Часто цитируемое исследование Пола Ренкина, о том, сколько времени люди уделяют различным типам общения, дало интересные результаты. В среднем за день мы так тратим свое время в процентах. Слушаем. 45. Говорим. 30. Читаем. 16. Пишем. 9. В профессиональной сфере умение слушать высоко ценится, как желательный навык межличностного общения. Людей впечатляет умение слушать, даже если они не считают, что сами должны следовать этому примеру. В США одна крупная компьютерная компания, решив научить своих сотрудников слушать, отправила их на курсы, после которых те признались, что это не только помогло им добиться больших успехов на работе, но и значительно улучшило отношения в семье. С теми, кто слишком много говорит, мы сталкиваемся постоянно. Но мы никого не можем обвинить в том, что кто-то слишком много и хорошо слушает. «Черт возьми, я просто не мог оторваться, я так заслушался этого человека, что опоздал на поезд». Трудно даже себе представить, сколько бы вы смогли узнать, если бы были хорошими слушателями. Подумайте, как это могло бы вам помочь в общении с друзьями и знакомыми. Вспомните, как вы выглядели со стороны, когда столкнулись со своим соседом на улице, или когда обедали со старыми приятелями. В семьях это постоянная проблема. Умение выслушать. Обеспокоенные родители заявляют, что дети их совершенно не слушают. А дети возмущаются, что родители не могут их понять. Умение слушать – признак одобрения. Оно повышает чувство собственного достоинства. В противном случае приходится существовать в постоянной дисгармонии. То же самое происходит и в бизнесе. Люди тянутся к хорошим слушателям. Это может быть обращение к кому-то постороннему, с кем можно поговорить о внутренней политике компании, и кто выслушает без пристрастия. Человек, зажатый рамками своей должности, может почувствовать облегчение, поплакавшись в жилетку постороннему. Это маленькое стихотворение говорит о многом. Не спешны были его мысли, редки его слова. И не блистал он ими. Но где бы он ни появился, встречали с радостью его. Ах, если б знали вы, как он умеет слушать. Умение слушать приносит хорошие дивиденды. Оно может сделать вас другом, что весьма полезно в деловых отношениях. Кроме того, если вы слушаете внимательно, то получаете самую разнообразную информацию об организациях и людях, с которыми ведете дела. Все мы не идеальные слушатели, и часто рассматриваем сам процесс слушания как пассивный, а потому зачисляем его в разряд непродуктивной деятельности. Нам мешает наше эго. Люди чувствуют потребность говорить, чтобы оказать влияние на других. Понаблюдайте за участниками международных встреч, и вы обнаружите синдром говорить, говорить, говорить в огромном количестве. Они постоянно прерывают друг друга ненужными замечаниями, полагая, что вносят важный вклад в обсуждение. Они пропускают важные моменты и задают вопросы, на которые заранее знают ответы. Но они общаются, они чувствуют, потому что они говорят. Как же они неправы. Внимательно слушать такая же часть общения. Очень часто можно наблюдать такой сценарий в сфере продаж. Длительное громогласное выступление не всегда означает наличие индивидуальности. Зачастую наоборот. Такое поведение свидетельствует об ее отсутствии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!